Как мы уже давно говорили Китаю, проблема трансатлантической безопасности это наш основной интерес. В ходе наших сегодняшних обсуждений я ясно дал понять, что если Китай не решит эту проблему, то это сделаем мы. Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, и думаю, сейчас уже никого не удивляет, что Китай хочет дедоларизировать мир. Именно поэтому мы видим рекордные продажи американского долга со стороны Китая, и в то же время рекордные покупки золота и серебра. Очевидно, китайцы хотят перестать использовать доллары при покупке и продаже товаров. Ведь когда Йеллен и Блинкен посетили Китай, у них было одно главное послание Пекину. Если вы продолжите делать то, что нам не нравится, мы вас накажем. Я подчеркиваю, что страны, в том числе и КНР, не должны оказывать материальную поддержку России, в противном случае они столкнутся с серьезными последствиями. И я подчеркиваю, что любые банки, которые способствуют проведению значительных операций по поставке военных товаров или товаров двойного назначения, подвергают себя риску введения санкций со стороны США. А это, друзья, была прямая угроза банковскому сектору Китая. Предупреждение сделано Китаю. Если дела пойдут совсем плохо, мы нацелимся на ваши финансовые институты. И похоже, что рядовых китайцев впечатлили эти заявления, так как они сняли со счетов почти 4 триллиона юаней. И как ты видишь, с 2000 года это рекордные выводы из банков. И самое очевидное оружие, которым обладает США, это мировая резервная валюта – доллар. Кому бы как не хотелось, но мир по-прежнему работает на долларовой системе, и Китае в том числе. Хотя уже сейчас 90% торговли между Россией и Китаем осуществляются в локальных валютах. Но в глобальном масштабе это пока не так. Главное оружие Америки против банков очень простое, но смертельно опасное – ограничить доступ к долларам США. И для этого даже не обязательно конфисковывать активы. Если Елен заблокирует китайским банкам и компаниям доступ к долларовым операциям, это станет огромной проблемой для Китая. И именно поэтому Китай делает все для отказа от доллара США. Вот почему Пекин создает альтернативную систему, которая не будет использоваться как инструмент давления и угроз. Это будет система, на которую США не сможет нацелиться. И она будет использоваться для международной торговли в случае долларовых санкций. И знаешь что? Эта система не в разработке. Она уже на стадии пилотной версии. Гонконг, который является автономной частью Китая, давай не будем об этом забывать, официально запустил платформу для платежей в цифровой валюте Центрального банка. То есть цифровом юане. Пока это пилотная программа, но она уже не дает Джанет Йеллен спать по ночам. Это первый запуск сети цифрового юаня за пределами материкового Китая. Сначала Пекин запустит цифровой юань в Гонконге, который является мировым финансовым центром, а уже оттуда он распространится на весь остальной мир. По крайней мере, таков китайский план. В конце концов, торговые партнеры Китая тоже начнут использовать эту платформу. Например, Саудовская Аравия, Индонезия и страны Брикс начнут использовать эту платформу. Но не потому, что они любят Китай, а потому что это альтернативная система, отличная от доллара США. Чем больше стран перестанет использовать доллар, тем больше ударов испытает главное экономическое оружие Соединенных Штатов. Финансовые санкции и возможность блокировки транзакций тогда, когда они захотят. Бразилия, крупнейшая страна западного полушария, заключила торговую сделку с Китаем. Отныне они собираются вести торговлю в своих собственных валютах, обходясь без доллара. Они создают параллельную экономику в мире, полностью независимую от Соединенных Штатов. Через пять лет нам не придется говорить о санкциях, потому что будет так много стран, торгующих не в долларах, а в других валютах, что у нас просто не будет возможности применить к ним свои санкции. И это говорит американский сенатор от партии республиканцев Марко Рубио. И он абсолютно прав. Такие страны, как Бразилия, уже совершают сделки в китайской валюте, в юане. И чем больше будет развиваться этот сетевой эффект, тем меньше у Елен будет возможностей накладывать санкции на Китай. И меня немного пугает этот факт тем, что в таком случае Китай может таки атаковать Тайвань. Тем более, что во время этих учений они окружили остров и транслировали у себя на телеканалах устрашающие кадры того, как они будут его захватывать. Тем не менее, пилотная программа довольно интересная. Жители Гонконга могут открыть цифровые кошельки в юанях в крупнейших китайских банках, чтобы совершать операции в цифровой валюте Центрального банка. Это позволит покупателям напрямую расплачиваться с торговцами в материковом Китае в цифровом юане. В число банков, участвующих в программе, входят Bank of China и ICBC Bank, которые являются китайским эквивалентом американских банков Citibank и JP Morgan. Иными словами, Китай подключает к этой новой пилотной программе свои крупнейшие банки. Существует ошибочное мнение, что китайские банки маленькие, сельские банки, которые существуют только для того, чтобы обслуживать фермеров. Но это не так. На самом деле, китайские банки являются крупнейшими в мире. По данным S&P, по совокупным активам китайские банки занимают лидирующие позиции. Так, первые четыре крупнейших банка в мире принадлежат Китаю. Американский JP Morgan, например, занимает пятое место. Но при этом ICBC занимает первое. Это говорит о размерах и масштабах банков в Китае. Они просто огромны. Объединяя крупнейшие банки с сетью цифрового юаня, Пекин сделал очень мощный шахматный ход против доллара. Китай также позволит другим странам беспрепятственно и секретно совершать сделки с использованием цифровой валюты Центрального банка в рамках этой пилотной программы, которую они запускают в Гонконге. А значит, скорее всего, эта программа является приватным блокчейном, где о транзакциях знают только эмитент и пользовать. Третьим лицам, таким как Казначейство США или Джанет Йеллен, будет крайне сложно следить за тем, кто и что продает или покупает через эту сеть. Это лишь вопрос времени, когда страны начнут использовать такие же сети, возможно, не только в цифровом юане, особенно по мере того, как мы движемся к многополярному будущему. Разлом уже произошел, и об этом я писал у себя в Телеграме. Развал глобальной системы финансовых отношений, что была установлена после Второй мировой, начинается уже сегодня. И мир изменится быстрее, чем многие думают, и мало кто окажется к этому готов. Гонконг уже создает такую систему, которая запустит цепочку неотвратимых событий. Серебро взлетело до более чем 32 долларов. Медь взлетает еще выше. Рост более чем на 2,5%. Цены на металлы в Китае стремительно растут, так как растет спрос. Золото устанавливает новый рекорд по отношению к доллару. Биткоин восстанавливается выше 70 тысяч долларов. Это означает, что мир просыпается, старая финансовая система, и что важнее, старые финансовые отношения больше не работают, ведь несут в себе риски. Запад замораживает восточные активы, восток замораживает западные. Старая финансовая система теряет доверие. Вот почему большинство стран пока в основном с востока спешат покупать золото. Вот почему Гонконг запускает платформу цифровых платежей. Например, Судан и Катар договорились о создании золотоперерабатывающего завода в Дохе для переработки золота, экспортируемого из Судана. Китай рекордно скупает золото и рекордно продает американский долг. Саудовская Аравия также рассматривает возможности для строения золотоперерабатывающих заводов. Катар увеличивает свои золотые резервы. Катар также работает над масштабным расширением производства СПГ. Брикс задумывается о создании международной валюты, поддержанной золотом. А некоторые страны видят в качестве убежища и биткоин. Например, Сальвадор. Даже отдельные штаты в Соединенных Штатах тоже уже выбирают биткоин. Висконсин инвестировал в биткоин через потовые ETF. Оклахома голосует за закон, который защитит права граждан самостоятельно хранить биткоин. И так далее. Примеров уже много. Все это стратегические шаги в рамках подготовки нового глобального фундамента для совершенно новой системы на основе цифровых валют и, скорее всего, на приватных блокчейнах. И думаю, что в начале этой эволюции мы увидим множество таких параллельных систем в рамках разных политическо-военных блоков. Так, например, крупнейший банк Китая уже готовит такой блок. Только в прошлом году ICBC открыл отделение в Саудовской Аравии. У банка уже есть физическое присутствие в столице Аравии, что должно говорить о том, что двусторонние сделки между Саудовской Аравией и Китаем уже происходят. А несколько месяцев спустя Китай и Саудовская Аравия подписали соглашение о валютном свопе на сумму 50 миллиардов юаней или же 7 миллиардов долларов. А значит, у Саудовской Аравии уже есть большой запас китайской валюты, которую можно использовать. Следующим шагом станет проведение сделок в цифровых валютах центральных банков и уход от существующих платформ, таких как банковские переводы, свифт и традиционные фиатные валюты. И это мощный запасной план на случай, если санкции США обрушатся на Китай. Это также гарантирует энергетическую безопасность Китая. Если США заблокируют долларовые транзакции, Пекин просто будет использовать цифровые юани для покупки саудовской нефти. Это конечная цель новой платформы. Мы видим изменения, происходящие в платежных системах по всему миру. Я думаю, что нынешние события ускорят некоторые из этих переходов, включая изменения, которые мы можем увидеть в плане цифровой валюты центрального банка. И опять же, когда речь заходит о резервах, я думаю, что события такого рода могут иметь важные последствия для того, какие резервы страны решат хранить. Как отмечает американский экономист Гита Гопин, от перехода мировой финансовой системы уже происходит, и последствия его будут огромными. Если платежные системы отойдут от доллара в сторону юаня, это все изменит. Центральные банки, естественно, будут держать в своих резервах все меньше долларов или американских облигаций. Это очень простая причинно-следственная связь. Хотя Китай не стремится заменить доллар в качестве резервной валюты, он, безусловно, постепенно подбирается к этому. Китайская валюта набирает обороты на международном уровне, и движение это весьма впечатляющее. В январе прошлого года доля юаня в мировых платежах составляла всего лишь 1,9%. Но по последним данным за март сейчас она составляет почти 5%. Это рост популярности более чем в два раза. И это большой скачок, который отражает растущее влияние и амбиции Китая. Ведь когда ты являешься крупнейшим торговым партнером более чем 100 стран, ты обладаешь немалой властью. И это, если не считать двустороннюю торговлю. Это вызов в системе SWIFT, которая является платформой, контролируемой Западом. Это означает, что Китай может ввязаться в новую экономическую войну. И мы уже видим новый виток торговой войны между США и Китаем. Они обмениваются торговыми ударами, повышая пошлины на те или иные товары. Даже сейчас Елен подталкивает страны Большой Семерки к сдерживанию роста Китая. И здесь дело в избытке промышленных мощностей. Но это может быть связано с чем угодно. Санкции всегда могут ударить по Пекину, в том числе, например, из-за торговли с Россией. И это непосредственная угроза для Китая. Запуск цифрового юаня. И платформы для него – это выход для Китая. Гонконг – лишь испытательный полигон. Сначала это будут простые транзакции. Туристы, покупающие товары. Люди, приобретающие одежду. Или компании, которые оплачивают трансграничный импорт. Но затем они перейдут к критически важным отраслям промышленности и торговле, от которой будет зависеть выживание Китая. И это уже происходит за кулисами. Китай покупает критически важные товары для своей экономики. Компания PetroChina купила 1 миллион баррелей сырой нефти с использованием цифрового юаня. Иными словами, национальная нефтяная компания Китая уже использует цифровые валюты вместо доллара. И вот ключевой момент. Продавец неизвестен. У кого Китай купил эту нефть? Это может быть Россия, Саудовская Аравия, Катар или даже Иран. Никто не знает, кроме самой биржи. Приватный блокчейн обеспечивает полную секретность. И это не только нефть. Золото тоже продается в цифровой валюте. И снова это происходит через китайские банки. Банк Китая провел золотую сделку на 14 миллионов долларов в цифровом юане. Они продали золото зарубежному покупателю, а трансграничные расчеты были проведены в цифровом юане. Покупатель использовал китайскую цифровую валюту для покупки физического золота на шанхайской бирже металлов. И поскольку расчеты осуществляются через приватный блокчейн, личность покупателя остается в тайне. Это может быть страна на Ближнем Востоке, в Южной Америке или даже в Европе. Никто не знает. Включая даже казначейство США. Вот насколько мощной является эта пилотная система для Китая. Это еще один инструмент дедоларизации в их арсенале. И по мере того, как цифровой юань будет выходить за пределы Гонконга, все больше стран будут выбирать прямую торговлю на двусторонней основе на приватном блокчейне вместо использования резервной валюты. И это должно очень пугать США. Если ты не видишь транзакции, то к чему применять санкции? Ты буквально не знаешь, кто и что покупает у Китая и кому и что он продает. Тебе придется потратить кучу денег и времени, чтобы проверить каждую кроличью нору. И результат при этом не гарантирован. Это большая угроза экономической гегемонии США. И даже председатель ФРС Джером Паул это понимает. В свете огромного роста криптоактивов и стейблкоинов, мы изучаем вопрос о том, сможет ли цифровая валюта Центрального банка США улучшить и без того безопасную и эффективную внутреннюю платежную систему. Как отмечается в нашем техническом документе на эту тему, цифровой доллар США также может потенциально помочь поддержать международное положение доллара. Именно здесь Китай пока вырывается вперед. Мы можем ожидать, что все больше транзакций будут осуществляться не в существующей доминирующей SWIFT, но в этих новых платформах цифровых валют. Страны, которые сотрудничают с Китаем, уже взошли на поезд с цифровым юанем. Это уже происходит. Они просто ждут полного развертывания цифровых валют Центральных банков. На этом графике мы видим, что страны, которые склоняются к Китаю, все чаще выбирают юань. Это красный график. Синий график – это доллар США. Доля транзакций в юанях выросла практически с 0% до более чем 50%. Она даже превысила популярность доллара США. Популярность доллара рухнула с 80% до менее чем 50%. Когда цифровой юань будет полностью внедрен, это изменит весь ландшафт финансовой системы. Для Китая китайская цифровая валюта – это не просто удобство, это не просто контроль. Это способ защитить себя от санкций и бросить вызов господству доллара. И я очень боюсь, что когда они это сделают, Тайвань может не поздоровиться. И скорее всего, рынок отреагирует на это на краткосрочной дистанции негативно. Думаю, многие другие страны тоже раздумывают над чем-то подобным. И мы вступаем в эту игру прямо сейчас. Начиная с Гонконга и в ближайшие годы весь финансовый мир полностью изменится. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok